В эфире тема дня. Работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 3190. Прошу звонить, задавать свои вопросы. Сегодня с вами я, Ирина Чекунова. А в гостях у меня врачи областной клинической больницы. Уважаемые друзья, вопросов, я надеюсь, будет много, тем более, что тема такая крайне злободневная. Итак, прошу любить и жаловать. Павел Игоревич Мельниченко, заведующий реанимацией инфекционного госпиталя областной клинической больницы. Здравствуйте. Анна Александровна Таламбасова, акушер-гинеколог инфекционного госпиталя областной клинической больницы. Анна Александровна, здравствуйте. Евгения Анатольевна Зубрыкина, заведующая инфекционным госпиталем номер 2, врач-кардиолог. Это также областная клиническая больница. Евгения Анатольевна, здравствуйте. И Мария Анатольевна Бачурина, заместитель главного врача областной клинической больницы, заведующая терапевтической службой, врач-пульмонолог Мария Анатольевна, здравствуйте. Сегодня будем говорить о том, как удается справляться с этой, я бы сказала, несчастной уже пандемией, потому что просто эта тема уже, как бы хочется поскорее от этого избавиться и, наконец-то, перейти к нормальному образу жизни. Хочется, чтобы статистика, наконец-то, пошла на убыли, чтобы люди смогли жить спокойно. Как врачи областной клинической больницы, наверное, первый вопрос ко всем вам, справляются с этой напастью? Вот, перечисляя ваши титулы, заведующая реанимацией, инфекционный госпиталь, тут присутствует инфекционный госпиталь номер два. То есть, я так поняла, что при областной клинической больнице таких инфекционных госпиталей два, да? Кто расскажет? Я расскажу. В областной клинической больнице есть два пульмонологических отделения, которые относятся к инфекционному госпиталю. Это пульмонологическое отделение номер один для лечения пациентов с выявленным COVID-19 и пульмонологическое отделение номер два также для лечения пациентов с COVID-19. И к инфекционному госпиталю также относятся и реанимационное отделение. Реанимационное отделение номер четыре, это уже четвертое отделение на базе областной клинической больницы. Четвертое реанимационное отделение? Четвертое реанимационное отделение занимается лечением только пациентов с новой коронавирусной инфекцией, тяжелых и крайне тяжелых пациентов. Чем же отличаются структуры госпиталей первого и второго? В первом инфекционном отделении лечатся пациенты, тяжелые пациенты, которые могут быть переведены из реанимационного отделения на долечивание с улучшением. В первое отделение переводится? Да, в первое отделение. Они находятся в одном здании. Поэтому так происходит. Во втором пульмонологическом отделении лечатся пациентки беременные гинекологического профиля. Пациенты с почечной патологией, которым требуется проведение гемодиализа. И там функционирует диализный зал. Гемодиализ в пульмонологическом отделении номер 2 может быть проведен 7 дней в неделю, если это требуется. Также в этом отделении оказывается помощь пациентам хирургического и травматологического профиля. Вот такая градация. Соответственно, специалисты разных профилей работают в этих инфекционных госпиталях. Во время пандемии пришлось ли докторам каким-то образом переквалифицироваться? Может получать какие-то новые знания? Может быть новую профессию? Потому что вы как на передовой, как во время войны, да, приходилось одному доктору выполнять множество разных функций. Было такое у вас? Или вот вы непосредственно, вот у вас есть своя специализация, на которой вы работали много лет, и вы перешли, что называется, в этот инфекционный госпиталь? На самом деле все происходило так, как вы и сказали, Ирина. Исходно, когда только случилось начало пандемии, в инфекционный госпиталь пришли работать врачи разных профилей. Это и хирурги, и травматологи, и терапевты, и кардиологи, и даже стоматологи. Может быть еще потому, что они знали, на что акцент или как, с чего ожидать? И все они стали инфекционисты. Все стали инфекционисты. То есть это вторая специальность получилась у людей? Да, они обладевали второй специальностью, но скоро стало понятно, что новой коронавирусной инфекцией болеют пациенты, которые имеют какую-то сопутствующую патологию. Либо хроническую сопутствующую патологию. Это может, например, быть пациент с острым инфарктом миокарда, или с острым нарушением мозгового кровообращения. Или пациент, который имеет терминальную почечную недостаточность, ему необходим гемодиализ. И поэтому помощь этим пациентам нужно было оказывать, оказывать ее экстренно. И врач любой специальности может оказать такую помощь и получить консультацию соответствующего специалиста для того, чтобы эта помощь была уже специализированной, высоко квалифицированной. Ну, абсолютно здоровых людей-то нету. Насколько я поняла, как Вы сказали, все-таки основа группы риска – это те, кто болен чем-то хроническим. Как получается? Вот по Вашим специальностям, я не знаю. Вот по кардиологической части Евгения Анатольевна. Говорят, что человек, который перенес ковид, опять же-таки говорят, потому что, ну, как человек-то, если он сам переболел, потом слушает информации много, очень противоречивая информация, что основной акцент после этого ковида делается вот как бы легкий он в чем-то излечен, а на сосуды. Идет патология. Либо это потом инфаркт ждать, либо потом инсульт, либо потом какой-то тромбоз. Ну, совершенно верно. Вирус SARS-CoV-2 или COVID-19 поражает, к сожалению, не только легкие, но и, возможно, поражение практически всех систем организма. Это и сердечно-сосудистая система, и почки, и головной мозг, это и желудочно-кишечный тракт. Поэтому проявления ковид-19, они очень многолики. И пациенты, которые до заболевания имели такие болезни, они подвержены большему риску и заболеть такой инфекцией, и перенести ее более тяжело, чем пациенты с меньшими рисками этих заболеваний. Соответственно, в отделении, ну вот в моем корпусе, это инфекционный корпус номер 2, это мульти-диагностический подход к таким пациентам. Это пациенты различных нозологий, различных болезней. И поэтому врачи отделения корпуса номер 2, это мульти-дициплинарная команда, которые являются врачами разного профиля и справляются не только с инфекцией, но и с профильными заболеваниями. То, что нужно лечить, как говорится, хроническое заболевание, то ты его уже лечишь ни неделю, ни две, а можно сказать, годами и пожизненно. Уважаемые друзья, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте, вас как зовут? Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Арна. А, на ваш вопрос. Я не хочу задать вопрос, но хочу сказать большое-большое спасибо врачам, областной больницы, реаниматологам. Вот, допустим, моего папу помог спасти Павел Игоревич. Я вот сейчас только включила телевизор и смотрю знакомые, фамилию, лицо. И я могу очень признаться не только ему, а всей команде областной клинической больницы. Так, берегите себя и своих семей. И мы будем стараться тоже себя беречь, прививаться и вести здоровый образ жизни. Спасибо, Аня, большое. Спасибо за добрые слова. Кстати, честно вам за последние годы уже, скажем так, приходится слышать такие добрые слова. Павел. Ну, мы же в Москве, в общем-то, постоянно находимся. И не все узнают потом, да? Нас, конечно, не опознать после того, как люди выписываются, но мы не в претензиях, если честно. Ну, вообще, так вот, когда выписываются, говорят добрые слова или что-то, наверное, всякое приходится слышать доктора? Вы же на линии огня. Наши пациенты тяжелобольные, они, конечно, может, даже про нас и не помнят. Как бы это логично, потому что поражения очень серьезные, они в гипоксии головного мозга находятся. Поэтому это логично, что не все помнят и вроде бы хотели бы отблагодарить. А кого? А так как мы на этом не акцентируемся, то, наверное, и нет. Ну, сегодня в студии, я думаю, что мы не раз услышим слова благодарности. И я от тех телезрителей, от тех жителей региона лишнего не будет, если я несколько раз скажу вам спасибо за вашу работу. Уважаемые друзья, сейчас прервемся на небольшую рекламу. Не переключайтесь. Субтитры делал DimaTorzok А вот вы говорите, что вы в масках, и в таком состоянии пребывают пациенты в реанимационное отделение. Что они не понимают, да, где? То есть, когда человек попадает в реанимацию, Павел Владимирович? Человек в реанимацию попадает по показаниям, по определенным медицинским, когда уже самостоятельно не может оксигенировать свой кровь, когда кислорода не хватает организму. То есть, мы своими способами постепенно начинаем его помогать в этом. То есть, человек может быть в сознании. Это не обязательно, что он без сознания. В основном, естественно, мы стараемся максимально рано это сделать, забрать в реанимацию, человек в сознании. Но ему требуется помощь для того, чтобы как можно быстрее победить болезнь и предотвратить самые плохие прогнозы и исходы. Многие телезрители задают вопрос, вот если человек попал в реанимацию, это значит всё. Это значит, жизненный путь человека закончен. Что вы можете сказать на такое бытующее мнение? Да, всё бывает по-разному, действительно, бывает и крайне тяжёлое состояние. Но, может быть, даже для человека это и лучше. То есть, он получит более качественное обследование, более какие-то процедуры инвазивные, которые приблизят человека к выздоровлению. То есть, более интенсивная терапия будет оказываться на вирус. В среднем, сколько нужно человеку, чтобы прийти, что называется, в норму? Вот побывать, отлежаться, что называется, в реанимации, и потом поступить в ту или иную отделение госпиталя? К сожалению, болезнь достаточно неуправляемая, но если мы по этапам следуем, и человек в нужное время обратился за медицинской помощью, и сразу сориентировались его, куда положить, то и достаточно быстро, 2-3 дня может хватить, чтобы перевести его уже в обычную линейную палату. Среди врачей той же самой реанимации хватает сейчас специалистов и много ли молодежи? Потому что мы сейчас говорим в последнее время, что многие доктора, тем более, потому что из-за заработков, ну, чего греха таить, больше платят в той же самой Москве, уезжают, покидают наш регион. У вас как со специалистами реаниматологов? У нас лишних людей нет совершенно, у нас команда сплоченная, и, в принципе, мы с своей задачей справляемся. Вот для оказания помощи именно по области, по Твери, вот наше отделение справляется в данный момент. Вот Мария Анатольевна говорила в перерыве, да, вы говорили, Мария Анатольевна, что очень много молодежи, которые умеют уже такие вещи делать, которые даже недоступны, возможно, многим ветеранам от медицины. Ну, ситуация с новой коронавирусной инфекцией такова, что болезнь протекает настолько стремительно, что порой решение о той или иной клинической тактике, лечебной тактике или инструментальной тактике нужно принимать сию минуту. Не дожидаясь утра, что пройдет два часа, это может повлиять на течение болезни и влечет за собой риск неблагоприятного исхода. Поэтому вот Пол Игоряч и его команда, они работают круглосуточно, совместно. Пол Игоряч не спит ночью, он всегда готов взять телефонную трубку, чтобы дать совет о необходимой манипуляции тем докторам, которые на дежурстве. И очень часто они с руководителем своей анестезиолого-реанимационной службы, есть у нас такой мужчина, Петрушин Максим Александрович, частенько они в выходные дни проводят на работе и ночью тоже выезжают на службу. Это значит, что решения принимаются советом докторов, в которых входят различные специалисты различных профилей? Именно так. Именно потому что если вы тут же принимаете... И что мы можем здесь в этой ситуации посоветовать жителям региона, когда вы говорите, что здесь дело идет даже не на часы, а на минуты, что важно вовремя попасть в ту же самую больницу, чтобы госпитализировали, то есть это вызывать скорую, это не своими ногами приходить на общественном транспорте ехать. Это тут все очень важно. Обязательно нужно позвонить в скорую медицинскую помощь, есть единый диспетчерский центр. Но даже если человек не дозвонился, вот сейчас в нынешней ситуации, когда мы видим, что количество заболевших растет с каждым днем, если есть возможность приехать на своем транспорте, обратиться в больницу, никто не откажет в приемном отделении. Врач осмотрит, по показаниям сделают компьютерную томографию, и врач приемного отделения, приемное инфекционного госпиталя работает круглосуточно, примет решение о дальнейшей тактике. То есть не нужно бояться обращаться, если тому есть необходимость. Это в этой ситуации лучше перестраховаться, да? На самом деле, да, для нас это, возможно, было бы лучше, что более ранее выявляемость, она, конечно, упрощает нам и лечение, и вкладывание ресурсов, как человеческих, так и материальных. Все, чем вы лечите в реанимации, силы человеку придаете, это не нуждается больной в поставках лекарства извне. Всем оснащена больница? Да, у нас очень хорошее оснащение, нам грех жаловаться на этом, поэтому от пациентов практически ничего не требуется. И здесь что можно посоветовать родственникам, которые, естественно, место себе не находят? Человек лежит в реанимации, нужно ли звонить, нужно ли постоянно вот так вот дергать врачей? Как там состояние моего родного? Ну, родственникам единственное нам довериться остается, и это, наверное, самый правильный путь будет, потому что мы заинтересованы в лечении пациентов, и вся наша деятельность именно на это и направлена. Врачей и реаниматологов вообще-то много в регионе? Вот так вот, если вот порядок. Или это довольно-таки специальность не очень? Ну вот, как вы до этого правильно сказали, часть врачей, конечно, оттекает в Московскую область по каким-то причинам своим. Ну, не факт, что они бы нам пригодились по своим профессиональным качествам, подошли бы. Ну, если да, человек, это как всё сравнивать с фронтом, то уйти с линии фронта, с линии огня бросить своих, да? В чём-то возможно. Не любой доктор гораст так работать и в команде находиться. У нас отборы, естественно, есть определённые. Анна Александровна, вот попадают женщины, которые находятся в положении, возможно, среди них есть и кормящие матери. У многих возникает вопрос, насколько это опасно. Насколько опасен, вернее, возможен риск заражения малыша. Вопросов много, к сожалению, но жизнь есть в жизни. С беременными мы работаем с 1 сентября 2020 года. За это время прошло у нас уже около более 260 пациенток именно беременных. Также поступает экстренная гинекология, поступают в послеродовом периоде, как вы говорите, кормящие. Беременность – это физиологическое состояние, создающее предрасположенность к респираторным вирусным инфекциям. Учитывая физиологические изменения в иммунной, в сердечно-лёгочной системе, беременные находятся, также послеродовые, находятся в группе риска по тяжёлому течению. Также в группе риска относятся беременные, как мы уже говорили, с хроническими заболеваниями. Это сердечно-сосудистые заболевания, лёгочная, бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, ожирение, сахарный диабет, гистационный сахарный диабет, заболевание почек, заболевание печени. То есть всё это группа высокого риска по тяжёлому течению коронавирусной инфекции. К сожалению, беременные долго сидят дома. Но может быть, опять же таки, потому что оно и берегу себя, и бояться. Они боятся, они по 5-7 дней, можно сказать, ничем не лечатся, сбивают только температуру, и поступают к нам уже хорошо, что если в средней степени тяжести, а чаще всего уже средне тяжёлая, тяжёлая. Это вот, вы знаете, я вас перебью, как нас в своей бытности учили, что лучше вообще никакие лекарства не принимать. Ну, у нас в своей бытности было только, если даже насморк сам пройдёт, да? И ничего, тем более антибиотики никакие. И, наверное, здесь такая же тактика. Это как мама научили, или ещё бабушки, да? Лучше, чтобы здоровье малыша не повредить, не нужно ничего пить, никаких лекарств. То есть нет, тут надо поставить известность своего лечащего врача-кушерогинеколога о женской консультации, сообщить, вызвать участкового терапевта. К беременным бегут сразу, все рекомендации есть. А не сидеть неделями, и потом поступать к нам. И вот спасибо реанимационному отделению. И реанимации поступали, да? Все беременные, которые поступают к нам, вначале осматриваются врачом-кушерогинекологом, врачом приёмного отделения, и врачом-реаниматологом дежурного. То есть все три специалиста смотрят, оценивают состояние беременной, какое он отделение пойдёт к нам, в профильное атоматологическое отделение номер два, и мы будем заниматься, или уже в реанимационное отделение, под круглосуточное наблюдение, врача-реаниматолога, врача-реаниматолога. Нам тоже приходится принимать участие в лечении, потому что оставлять их без внимания крайне опасно. У них бывает очень сильная и быстрая прогрессия заболевания, но они достаточно хорошо поддаются лечению, что нас спасает, в общем-то. И мы достаточно хорошо научились лечить именно данную категорию пациентов. Нам даже достаточно хорошо поддаются лечению. Так, если мы запущены. Да, несколько другие подходы, и, слава богу, что они более лучшие. излечиваются. Есть такие пациенты, которые отказываются выполнять какие-либо рекомендации врача? Вот мы не будем это, и всё, нам, типа, это запрещено. Или все, как бы, послушные тут на грани жизни? Конечно, нет. Конечно, не все послушные. Не все, да? Разные люди. Вопрос был про проведение беременным КТ. А да, кстати, насколько это не вредит организму, скажем? Я говорю, ковид больше вредит, чем проведение. Закрывается животик беременный, то есть, ребёнок не получает никакую нагрузку. А нам надо знать диагноз, есть ли пневмония, потому что тактика лечения и ведения будет полностью другой. Если есть у беременной пневмония, тактика одна, нет пневмонии, тактика другая. Ну, то есть, ковид, он бьёт по разным, да, органам нашего организма, но чаще всего это всё-таки лёгкие? С дыхательной системы всё начинается. И начинается ковид, как правило, с респираторных симптомов. Большинство пациентов предъявляют жалобы на першение в горле, слизистые выделения из носа. Сейчас меньше стало жалоб на потерю обоняния или вкуса. Что было в начале, да, как определили? Сейчас меньше стало подобных жалоб. Кашель беспокоит. Ну и дальше уже в далеко зашедших случаях, в более тяжёлых, это одышка. Это одышка. Температура бывает почти всегда. Всегда, высокая температура. Почти всегда, да. На какой день, когда надо бить тревогу, вызывать врача? Или сразу? Потому что раньше насморк, ну что? Ну насморк, ну чихает человек, ну мышц першит в горле. Сейчас, когда это нужно делать? Ваши рекомендации? Обращаться к врачу нужно сразу, за консультацией. А бить в колокола и бить тревогу нужно, если температура высокой, в 8 градусов сохраняется более 3-4 дней, или тем более 5 дней, или если стало тяжело дышать. Это обязательно звонок в скорую медицинскую помощь. Чем-то сбивать самостоятельно температуру выше 38? Чем-то рекомендуете? Мы руководствуемся временными методическими рекомендациями, которые одобрены Минздравом Российской Федерации. Там прописан препарат парцетамол, он хорошо помогает при температуре. И он наиболее безопасен в данной клинической ситуации. Евгения Анатольевна, Ваши рекомендации относительно патологии сердечно-сосудистой системы? Потому что какой перечень лекарств необходима, если человек уже болен, если он хронически болен? Это же еще усугубляется каким-то образом, да, ковид? Совершенно верно. Желательно, чтобы пациент, который имеет сопутствующие заболевания, ишемическая болезнь сердца, или гипертония, или различные пороки, сердечную недостаточность, обязательно продолжал те препараты, которые были рекомендованы ранее. То есть, которые он раньше пил, он обязательно на фоне других пьет? Обязательно. И это лечение, несмотря на то, что пациент госпитализируется в инфекционный госпиталь, оно продолжается и в отделении, и лекарства, необходимые для лечения кардиологических пациентов, у нас тоже есть. Если происходит острая ситуация, острый коронарный синдром, то в больнице организована помощь таким пациентам, разворачивается рентген операционная, и возможно провести чрезкожное коронарное вмешательство пациентам с острым инфарктом миокарда. В дальнейшем эти пациенты остаются под наблюдением в отделении реанимации, и при стабилизации состояния переводится уже в линейное отделение, где продолжают наблюдение. После того, как пациент заканчивает лечение коронавирусной пневмонии, и планируется его выписка, пациент направляется на диспансерное наблюдение, в линейное отделение кардиолога обязательно, то есть по месту жительства, и обеспечивается необходимыми лекарственными препаратами. Давайте мы сейчас перерываемся. Извините, я вас сейчас вынуждена перерывать, потому что мне показывают, что у нас есть телефонный звонок. Говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вас как зовут? Меня зовут Алёна. Алёна, ваш вопрос. Алло, я хотела бы задать вопрос насчёт возможности вакцинации в период лактации. Ага, спасибо. Это ваш единственный вопрос, Алёна, да? Да, и благодарность хотела выразить всем врачам. Спасибо. Спасибо огромное. Итак, да, вакцинация в период лактации. Анна Александровна. Во время лактации вакцинация не рекомендуется. Не рекомендуется. Не рекомендуется. Как вы перестанете кормить ребёночка, то сразу же пеком на прививку. Продолжим, наверное, по... Я думаю, что прислушаются, наверное, все женщины, да, которые кормят грудью сейчас, что время есть, да, лучше чуточку подождать. Евгения Анатольевна, продолжим относительно того, что делать людям больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как, если случаются вдруг какие-то приступы, вернее, показания, признаки того, что возможен инсульт? Ну, в любой ситуации, если пациент находится дома, должно быть обращение в скорую медицинскую помощь. И если вызывается бригада, которая специализируется по направлению инсульт или инфаркт, то есть острая сосудистая катастрофа, бригада на месте определяет ситуацию. Если у пациента имеются признаки коронавирусной инфекции, а не только проявления сосудистой патологии, то необходима всё равно госпитализация в профильный стационар, но это будет осуществлено через инфекционный госпиталь. То есть фактически те же профильные стационары продолжают свою работу, да? То есть люди, у которых другие заболевания, на коронавирус, если свет клином не сошёлся, они работают. Скорая медицинская помощь также связывается с дистанционным центром, передаётся электрокардиограмма или симптоматика, если это нарушение мозгового кровообращения, и принимается решение о маршрутизации пациента. Соответственно, если пациент требует помощи в условиях областной клинической больницы, он будет доставлен, и определена тактика, где он в дальнейшем будет получать необходимое лечение. К вам же доставляются больные со всей области, да? Со всего Верхнего Ужья. Это не только областной центр, это же областная клиническая больница. В районах области оказывается какая-то помощь коронавирусным больным? Да, инфекционные госпитали есть и в районах области, и маршрутизация пациентов, то есть дальнейшее движение, когда понятно, что человек должен оказаться в больнице и лечить COVID-19, осуществляется через единый диспетчерский центр, это скорая медицинская помощь. Она уже знает, куда нужно маршрутизировать пациента в ближайшее медицинское учреждение, но, соответственно, если нужна какая-то профильная помощь, хирургическая, гинекологическая, помощь пациенту, который болен болезнью системы кровообращения, тут уже другая несколько маршрутизация, не по близости расположения лечебного учреждения, а по профилю. Относительно лечебных средств, что Вы можете порекомендовать? Многие говорят, мы будем лечиться каким-то народным средством. Как Вы к этому относитесь? Возможно, это в целях профилактики. Народ, что называется, выбирает для себя всё, лишь бы не заразиться. Вот что сейчас можно сказать по этому поводу? Ну, профилактика только одним способом, возможно. Это своевременная вакцинация и ревакцинация. И барьерные способы профилактики, это ношение медицинских масок, это очень актуально в настоящее время. А в плане лечения народными средствами, ну, таких средств просто не существует, которые народные могут вылечить COVID-19. Есть прописанные средства, противовирусные препараты, которые разрешены к применению либо на амбулаторном этапе, либо только у пациентов, которые уже госпитализированы. Все врачи участковые и врачи центров амбулаторной помощи пациентам с COVID-19 проинформированы об этих средствах. Эти средства, они прописаны, опять же, во временных методических рекомендациях. Существуют схемы, которых мы должны придерживаться. Эта схема разработана не случайно. Они основаны на базе клинических исследований, уже проведенных у таких пациентов. Поэтому тут все стандартно. Не нужно ничего придумывать и изобретать. Я знаю, что у меня знакомые были, которые просто смотрели в интернете и сами себе назначали. Ну, подумаешь, насморк начался, горло заболело, температура высокая. Ага, это вот такие препараты, плюс еще антибиотик. И все, я буду жив-здоров. Что здесь посоветовать можно? Потому что иной раз, к сожалению, не дозвониться до своего участкового врача, это очень сложно. И неоднократно, ни один человек мне об этом говорил, и температура не позволяет выходить из дома и ехать самостоятельно до больницы, до поликлиники. Ну, всякое лекарственное средство должно иметь точку приложения. Вот в данной ситуации заболевание вирусного характера, то есть это вирусного происхождения. Соответственно, антимикробный препарат не будет иметь точки приложения. От антибиотиков в данной ситуации будут получены только побочные эффекты. Такие как диарея очень часто, боли в животе, расстройство желудочно-кишечного тракта, гепатиты, токсического генеза. С этим мы сталкиваемся, когда пациенты, лечившиеся на амбулаторном этапе при помощи антибиотиков, поступают к нам в стационар. Таким образом, мы имеем человека, который переносит уже запущенную форму COVID-19, плюс еще имеет подобные осложнения и побочные эффекты самостоятельного приема антибактериальных препаратов. Кстати, чем отличаются вирусы? Потому что нас пугают всевозможными волнами. Сейчас волна, до этого была волна вирус. Разное какое-то различие состояния пациентов. Есть, Павел Игоревич, к вам поступает то, что было полгода назад, год назад и сейчас. Я могу сказать, что по клинике тяжелого течения различий, скорее всего, нет. Возможно, сейчас появились более стремительные поражения, которые мы не можем предсказать, и никто, наверное, не может. Да, это создает определенные трудности. Но вот так, чтобы резко клиника была другой, совершенно нет. Это один и тот же вирус, на самом деле. Поэтому и прививки от них одни и те же. Кстати, оснащение отделения реанимации, оно как со временем идет? Оно говно было с научно-техническим прогрессом? Да, у нас сейчас все самое современное оборудование, требующееся для лечения данных пациентов. И нас достаточно быстро всем обеспечили, потому что сложилась такая ситуация, когда действительно требуется. Поэтому мы очень много всего освоили, достаточно быстро, и на очень профессиональном уровне оказываем помощь. Мария Анатольевна говорила, что вам даже иногда просто бессонные, сутки подряд приходится без сна. Вообще удается отдыхать? Да, конечно, удается. Мы все-таки свою жизнь как-то научились строить, регламентировать, поэтому все мы успеваем. Ну вот уже как-то к этому, наверное, вы приспособились как-то. Сколько уже это длится, и как-то жить-то надо. Ну, к чему нельзя приспособиться? К переживанию за тяжелых пациентов, которым ты должен помочь. Это все равно круглосуточные думы, круглосуточная переписка, обсуждение клинической ситуации, что делать дальше. То есть к этому нельзя привыкнуть. Ты должен оказать помощь человеку, иначе он без этой помощи погибнет. К этому привыкнуть нельзя. Анна Александровна, вот Ваше пожелание тем, кто задумал в это непростое время заиметь ребенка, пополнить свою семью, чего придерживаться, каких рекомендаций, как оздоровить свой организм, возможно? Всем будущим мамам обратиться в первую очередь к женской консультации, к акушеру-гинекологу, пройти прегравидарную подготовку за три месяца, как минимум, и пройти вакцинацию, чем быстрее, тем лучше, но минимум, что прошло три месяца. То есть сделать прививочку, и через три месяца можно уже планировать беременность. Это будет безопасно. То есть до того, как запланируете беременность, все-таки подумать сначала о вакцинации. Да, вакцинация, с гинекологом подготовить, пропить, там распишут курсы комплексной витаминной терапии, подготовка, обследование, если это надо будет, если это требует, но в первую очередь вакцинацию, и только себя, и своих близких, чтобы обопасить. То есть если в окружении у беременной женщины, да, будет и муж, и сестра, и бабушка, и дедушка, все привиты, то есть она себя обезопасит и не попадет к нам, дай бог, и ни в коем случае. В реанимационной семье. Реанимация, это уже... К сожалению, к сожалению, случаи у нас были, когда даже состояние пациентки и течение довольно-таки стабильное, протекало, у беременных возникает экстренное критическое состояние, требующее перевод женщины на ИВЛ, досрочное родоразрешение путем операции экстренного сечения в любом сроке. На срок беременности мы не смотрим, да, мы спасаем первую очередь маму, спасаем плода, преждеременных родов, конечно, проходит много. Такое... Ну, вот такое... Участились такие случаи, да? Да, и поэтому, чтобы получить здорового ребенка, чтобы с мамочкой все было хорошо, конечно, пройти вакцинацию до планирования беременности. Если мама переболела, сказывается это на здоровье ребенка? Ну, сказывается. А какие-то патологии все равно бывают? Если у мамы тяжелая пневмония, если у мамы тяжелая пневмония, у ребеночка тоже, к сожалению, тоже пневмония есть. Во-первых, он незрелый, он недоношенный. Мы его переводим из нашего рода, проходит у нас в инфекционном госпитале, мы его переводим в реанимационное отделение детских больниц. То есть, ну, и там уже присоединяются, конечно, уже и бактериальные, плюс незрелые плода, поэтому вот эти все проблемы. Павел Игоревич, у вас, по вашему, по вашей оценке, больше в реанимацию попадает вакцинированных или нет людей? Однозначно большинство людей это не вакцинированные. Не вакцинированные именно в реанимации? Именно в реанимацию. Естественно, что какой-то маленький процент вакцинированных присутствует, но они либо быстро выскакивают из этого тяжелого состояния. Либо тяжелое состояние все-таки обусловлено другими тяжелыми сопутствующими патологиями. Это сосудистые, это инфаркты, инсульты и сахарный тяжелый диабет. То есть, это все, и, насколько я поняла, этот ковид, он все обострил. Да, вот эту хронику, которая есть в организме. то есть, даже не всегда это поражение такой тяжелой дыхательной системы, как вот тяжелая сопутствующая патология. Это мы про привитых именно говорим. Вот процент тех, кто у нас находится. Но в основном они очень хорошо поддаются лечению и благополучно все заканчивается. Мария Анатольевна, а как Вы оцените процент поступления вообще вот в инфекционный госпиталь больше также непривитых людей? Вот есть какая-то вот такая оценка? Вы как-то смотрите вот статистика? Да, большинство поступают невакцинированные. Невакцинированные? При том, что даже попав в инфекционный госпиталь, мы задаем вопросы пациентам, рекомендуем им привиться после перенесенной уже инфекции. Не все на это решаются, не все понимают, что это действительно нужно сделать. Почему говорят? Не успели привиться, не готовы, считают, что этого делать не нужно, несмотря на то, что уже находятся в инфекционном госпитале и переносят болезнь. А заболевания-то это еще мало изучено, действуют на все органы и системы, и мы пока не знаем, что будет через 5 лет с теми людьми, которые перенесли тяжелый COVID-19. Хочется надеть, что все будет хорошо. многие, наверное, говорят о том, что вот я хронически больной человек, у меня гипертония, я лечусь, и я боюсь, что как бы вот эта прививка не обострила заболеваемость. что можно сказать такими людьми, Гене Анатольевне? Прививка защитит от риска ухудшения основного заболевания и даст возможность дальше продолжать жить. Конечно, люди, которые имеют тяжелые хронические заболевания, они тяжело переносят коронавирусную инфекцию, но те пациенты, которые поступают в наше отделение, их немного, но они есть после прививки, нам удается справиться с этой инфекцией и выписать пациента домой. Рекомендую обязательно при наличии обострения заболевания, любого хронического заболевания, при отсутствии каких-то тяжелых аллергических реакций задуматься о том, что нужно сделать прививку. Вот сегодня мне хотелось бы услышать как можно больше каких-то рекомендаций жителям региона, что бы вы посоветовали в это непростое время? Вообще какую-то долю оптимизма что ли в жителе региона вселить? У вас у самих есть оптимизм какой-то Павел Игоревич, вы верите, что когда же это все закончится? Во-первых, оптимизм что можно включить? В вашей специальности только оптимизмом обладать. Прививка работает. Я достаточно себя чувствую безопасно. Я хотя все равно в общественных местах пользуюсь барьерными средствами защиты, то есть маска. Маска, да. Но учитывая то, что я привит уже три раза и чувствую себя очень безопасно. И мои родственники соответственно также. То есть мы ведем в принципе полноценную жизнь. Люди, которые сомневаются в этом, возможно обладают какой-то неверной информацией, как-то она была подана им не так. Оптимизм все-таки должен заключаться в этом, что средства есть для профилактики. Это вам уважаемые друзья, это вам говорит доктор, который сталкивается с человеком на грани. Вы же, что называется, на грани жизни и смерти работаете. Вы вообще народ верите в лучшее все-таки? Или доктору начали? Даже среди наших коллег было много сомневающихся, но с течением времени эти все сомнения ушли, даже условно с какими-то противопоказаниями они все себя перебороли. И сейчас ревакцинируются по графику и будут продолжать это делать. Даже мыслях ни у кого не будет и родственников своих всех прививают. Места есть в реанимации? Я говорю, вот так вот на то, чтобы вот такой вот оптимизм. Места пока что мы справляемся, но реанимационное отделение всегда заполнено, потому что даже если освобождается место, мы берем менее тяжелого пациента, чтобы была возможность быстрее вылечить и оказать более качественную помощь. Анна Александровна, ваш оптимизм в чем заключается и какую надежду вы дадите будущим мамам? будущим мамам всем здоровья крепкого-крепкого. Обязательно пройдите вакцинацию. Если этого не успели сделать до планирования, берете уже беременные, после 22 недель можно сделать прививку, решить все со своим врачом-акушером-гинекологом. После 22 недель беременности, да? После 22 недель беременности можно сделать, даже нужно сделать прививку от коронавирусной инфекции. Вот я сейчас вас перебью. Значит, в начале мы говорили за три месяца до планирования. если уж не успели по каким-то причинам. После 22 недель, а потом, когда вы кормите грудью, как перестали кормить грудью, можно тоже идти и сделать прививку. Можно, нужно, да. Да, и как позаботиться о здоровье молодая мама, малыш растет. Что, такими общими словами, порекомендуете с точки зрения доктора семье здоровья? Здоровый образ жизни. На воздухе важно бывать? Обязательно. Обязательно. Меньше, конечно, контактировать. Если видите, что человек, да, там на детской площадке вы гуляете и кто-то из детей там болеет, конечно, ограничить эти контакты. А так, свежий воздух, здоровый образ жизни, здоровья мамочкам и здоровья деткам. Вот, вроде бы, всегда, когда мы говорим такие вещи, да, вот они в сущности одинаковые. Евгения Анатольевна, вот ваш совет. И опять же таки, где тот источник оптимизма, желания жить? У нас всегда оптимизм проявляется и увеличивается тогда, когда мы выписываем своих пациентов. И когда пациент попал в отделение реанимации, особенно вернулся из отделения, и мы планируем его выписку, когда в нашем отделении рождаются детки, это просто непередаваемые ощущения, и наряду с тем, что происходит, и иногда кажется просто какой-то кошмар вокруг творится, и когда появляется на свету малыш, просто незабываемые эмоции, и это придает оптимизм нам помогать людям и в дальнейшем их поддерживать. Но задача, конечно, пациента после преодоления такой тяжелой болезни не останавливаться, потому что дальнейшая работа, она будет еще и дома. Нужна необходимая дыхательная гимнастика, такая вот физическая реабилитация, продолжение рекомендованных препаратов, которые мы даем в списке рекомендаций. Ну и, конечно, многие пациенты все-таки задумываются о том, что после трех месяцев переболея пневмонии все-таки вакцинироваться и дальше уже продолжать более полноценную и такую безопасную жизнь. Поэтому оптимизм, конечно, в том, что люди выздоравливают и поправляются, и это не только в нашей больнице происходит. Много очень госпиталей инфекционных, которые работают в достаточно интенсивном режиме, и люди благодарны, и это не только благодарности личные, много очень на сайт обращаются людей с благодарностью, с такими письменными обращениями. очень много родителей, тех мам, мамочек, которые родились в нашем отделении. И вот с прошлого года, с сентября прошлого года у нас родилось 70 деток. Все они живы, все они здоровенькие, они имеют связь с Анной Александровной и показывают нам прекрасные фотографии. годы, представляете, поздравления всему коллективу, когда они нам присылают фотографии своих деток. Это лучший подарок. Иногда нам даже не верится, когда пациентка выписывается за деление реанимации, когда она была в крайне тяжелом состоянии, и мы оптимизм этот даже немножко теряли, но вот благодаря такому сплоченному подходу все-таки нам приятно это видеть. Здорово, просто приятно слышать такие слова. Мария Анатольевна, вам поручено, что называется, завершить наш сегодняшний круглый стол своей долей оптимизма и что-то доброе сказать людям, потому что эти страшные новости уже не хочется. Я хотела бы сказать, выразить огромную благодарность мультидисциплинарной бригаде областной клинической больницы. Моя доля оптимизма в том, что доктора уже не один год работая с тяжелыми пациентами, они не выгорели. Они не утратили своей тревожности за больных. Они всегда готовы им помочь. Вот вижу Анну Александровну, которую с горящими глазами и слезами на глазах рассказывает у беременных женщин об их детках. Вижу Павла Игоревича, который он очень устал, но он в этом не сознается. Он не сознается. Здесь не сознается. Вижу Евгению Анатольевну, которая приняла такое непростое решение для себя и пришла когда-то на работу в инфекционный госпиталь. То есть для каждого это было какое-то непростое решение. Они шли туда по зову сердца. То есть здесь никто не заставляет это желание доктора? Нет, это по желанию. И они пришли по зову сердца, и это тяжелая ситуация, когда эти пациенты требуют экстренных решений, когда порой это очень много тяжелых больных. Они со всем этим справляются. И эта работа не убирает из их душевных сил и их такой неутомимой энергии. Всем жителям Твери и Тверской области я хочу пожелать помочь докторам в борьбе с этой страшной, нехорошей, новой, неприятной для нас болезнью. Я убедительно прошу всех вакцинироваться и ревакцинироваться своевременно. И вот из всех здесь присутствующих врачей из областной больницы здесь все не раз получили вакцины, все уже наверное по три раза ревакцинированы. И благодаря тому, что мы вакцинируемся, носим маски, соблюдаем такие простые правила, мы не болели ковида. И вам желаем того же. Спасибо огромное, уважаемые друзья. Я хочу от имени жителей всего Верхнего Молжья поблагодарить вас за ваш нелегкий очень необходимый труд. Спасибо вам огромное. Здоровья вам пожелать. И всем вам, уважаемые телезрители, пожалуйста, будьте здоровы. Жизнь прекрасна, удивительна. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.